Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарит тебе Тёплый свет В душе твоей Новый день Пришёл, открывай скорей Атмосферу волшебства Программа Новый день создали флористы студии Эльпарк Доброе утро, дорогие друзья, дорогие наши телезрители Всех заряжаем позитивом и бодростью на весь сегодняшний день и на всю неделю И делает это сегодня человек, похожий на викинга, это Никита Старицын Спасибо, очень интересно представила меня, моя соведущая Евгения Калугина Да, сегодня 31 января Остаётся буквально вот только февраль Остаётся празднички всякие разные у нас И тепло, и скоро будет тепло С этим мы вас и поздравляем А ещё мы вас поздравляем с тем, что сегодня Международный день ювелира Вот такой замечательный праздник И отмечается он 31 января Утверждён он был в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров Кстати говоря, с немецкого языка ювелир означает драгоценный камень Что бы сейчас всё-таки не говорили, что вот хорошо сейчас впечатляться, да, куда-то Тратить деньги на впечатления Всё-таки ювелирные украшения занимают отдельное место в сердечке каждой женщины и многих мужчин Всё-таки ничто так не расскажет о ваших чувствах, как колечко с бриллиантиком Или... Да, ты согласен со мной? Я полностью согласен Прямо поддерживаю Да, золото оно такое говорящее Он так хорошо говорит Такие хорошие вещи У нас поздравления Друзья, в день ювелира мы присоединяемся к поздравлениям в адрес всех мастеров Этого изящного искусства И желаем им успехов, новых идей и новых шедевров Здоровья и благополучия С праздником вас! Замечательно, поздравил Присоединяюсь к поздравлениям А ещё сегодня очень необычный праздник День рисования солнышка на снегу Какой замечательный праздник В преддверии приближающейся через месяц весны Можно брать побольше оранжевой краски И выходить на улицу, рисовать около дома большие-большие солнца Да, прямо на снегу краска Это будет очень позитивно и красиво Да, вспоминаю сразу же детский сад Когда такие красивые новогодние штуковины рисовали Но теперь весеннее В честь праздника Друзья, следующий праздник Удивительный день в календаре День вдохновения сердца искусством Это международный и культурный праздник Обязательно нужно отправиться в музей Или в выставочную галерею Посетить, сходить на концерт Словом, культурно напитаться А следующий праздник гастрономический День горячего шоколада Если вы не любите горячий шоколад Значит, просто вы не попробовали настоящий Я вам очень рекомендую Сходить в какое-нибудь заведение Где его готовят действительно из настоящего шоколада Прекрасно Прекрасный совет Тем более в такой праздник День горячего шоколада Прямо аж захотелось Очень вкусная штука И полезная, кстати За рубежом сегодня отмечается День наоборот Ну а у нас, я не знаю, отмечают такой праздник или нет Как думаешь? День наоборот И как его вообще отмечать? Наверное, слова Заду наперед говорить Нафилет Где находится нафилет? Да Хорошо В народном календаре Отмечается Афанасий в день Или Афанасий Ломонос В этот день приверженцы христианской веры чтят память святителя Афанасия Великого Святитель Афанасий считается одним из отцов греческой православной церкви Родился святой в 4 веке до нашей эры При жизни к нему обращалось множество людей Люди стекались со всего мира, чтобы спросить мудрого совета И Афанасий всегда находил, что подсказать человеку И как направить его на верный путь И помогал выбраться из трудной житейской ситуации Прямо сейчас мы узнаем, кто из выдающихся и знаменитых людей родился сегодня Кто отмечает свой день рождения Итак, начнем по страницам истории 31 января 1797 года на свет появился австрийский композитор Франс Шуберт И вальсы Шуберта, и хруст французской булки А еще сегодня именинница Вера Глаголева Российская актриса театра и кино Режиссер и красивая женщина с грустными-грустными глазами Родилась она в 1956 году И, к сожалению, ее сейчас уже с нами нет А из современников сегодня именинник Российский актер театра и кино Алексей Нилов Мы его прекрасно помним по знаменитой роли детектива в сериале Улицы разбитых фонарей Это тот самый Андрей Ларин, которого мы все с самого детства любим и смотрим Он, кстати, всегда говорил, что я не люблю театр, я очень люблю кино Интересно Всегда целенаправленно именно в кино роли себе выбирал Ну, а мы по традиции поздравляем всех, кто сегодня также отмечает день рождения В этот замечательный день 31 января Дорогие водолейчики, вы прекрасны, будьте счастливы Да, с днем рождения, друзья, отметьте этот день весело и позитивно Побольше ярких эмоций и, конечно же, тепла, любви от ваших родных и близких Хорошо сказал А сейчас с огромным удовольствием мы поговорим о братьях наших меньших Сегодня я прочитала такую интересную фразу Если у вас дома есть кошка, то вам не нужны никакие украшения в доме Представляешь, как славно? А речь сегодня пойдет о прекраснейшей собачьей Корге И поэтому мы с огромным удовольствием передаем слово нашей коллеге Марии Константиновой Смотрим рубрику «Живая среда» Всем здравствуйте! В эфире «Живая среда» И у нас в гостях такая замечательная семья Правда, не полным составом, но все же Константин Трегубенко и дочь Елизавета Здравствуйте! Здравствуйте, Лиза! Здравствуйте! Но самый главный герой нашей сегодняшней рубрики Это вот этот вот счастливый и немного спокойный Ну, только чуть-чуть совсем Корги по кличке Филя Костя, как давно появился в вашем доме вот этот пушистый, забавный зверек? Ну, Филю мы взяли в апреле 2023 года Вот, взяли уже пятимесячным В общем, это как-то так интересно и произошло Я всю жизнь мечтал о собаке Мне говорили, что вот вырастешь, заведешь себе собаку Так многим говорили почему-то Вот вырос и все, смотрел, смотрел Вот, и тут получилось так, что общался с заводчицей в социальной сети И она вот говорит, что есть щеночек по кличке Филя И все, и после того, как мне сказали, что Филя А надо понимать, что в детстве у меня была любимая игрушка Собака Филя Вот, и все, вопрос сам собой отпал Семья меня поддержала Особенно малая часть, да? Младшая часть семьи Вот, и мы вот съездили, забрали это чудо Лиза, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями Вот ты первый раз Филя увидела Какие эмоции были? Радость, любовь, восторг А как Филя к тебе? Он сразу к тебе пошел? Сразу тебя полюбил? Ну, сначала к бабушке, потом к мне И он так на меня залазил лапками своими И такой доброжелательный был Ну, Филя, надо сказать, он очень ласковый Очень доброжелательный, любвеобильный Такой по отношению ко всем, да, Костя? Да, он дарит исключительно положительные эмоции Вот Прямо от него исходит эта любовь и теплота Поэтому, как бы, вот, он наш любимчик Не только наш, а любимчик всех в округе Не смотрели, вот это черта характера Именно у корги? Или же это вот вам с Филей так повезло? Да, они в основном все доброжелательные Есть корги кардиган Он относится к породе корги кардиган Есть корги пембреки Пембреки более активные Более такие жизнерадостные Кардиганы вроде считаются как более сдержанными Но наш проявляет любовь ко всем Активный Счастливый Вот, всех любит Я немного поясню нашим уважаемым телезрителям Мы с Константином с юных лет знаем друг друга И поэтому я позволяю себе называть потомственного хирурга Просто по имени Ну, я думаю, Костя не против Конечно Вот И далее, опять же, о Филе Вот появился мягкий теплый комочек в доме В многодетной семье Забот добавилось, да? Но Что привнес Филя в дом? Забот добавилось, конечно У нас Мы немножко перестроили свой режим То есть, естественно, утренние прогулки до работы Вот Дневные прогулки Вечерние прогулки Поэтому Чесание собаки Вот Но в целом Я говорю, только любовь добавилась Ну Семья многодетная Какие обязанности у Лизы? Лиза, расскажи Вот Забот добавилось для меня И я за него вытираю Чешу Лажу А у старших? Какие обязанности? У нас Самый старший Вот сегодня прилетел Из Петербурга С учебы Вот На каникулы А Средний тоже Он активно гуляет С ним Кормит Ухаживает за ним Протирает глазки Вот Поэтому Вот Как-то так Что кушает Филя? Что предпочитает в еде? Ну Руки Редактора программы Новый день Это понятно Да Они очень вкусные Мы на сухом корме Используем сухой корм Рекомендован нашим заводчикам Очень он любит Конечно Ну мясо мы любим Вот Очень любит Творог Путешествуете ли вы Вместе с Филей Я знаю что вы Такие Активная семья Да Мы любим путешествовать В целом Но пока еще Вот на какие-то Дальние расстояния Мы Ну в силу того Что он был еще Маленький Наверное Пока мы его еще Не брали Вот В прошлом году Мы ездили Во Владивосток На автомобиле Но Оставляли его Со старшим сыном Вот Они жили На даче Ну а на даче Как он? На даче Он больше всего любит Там ему Свобода На даче Ему хорошо Он взаимодействует С окружающей средой Иногда Проявляются Какие-то Его Собачьи Такие инстинкты Может поймать Даже птичку Ну ты что такое-то? Чего? Буквально на днях Поймал воробья А дома Какая у него Любимая игрушка? С собачьим игрушкам Предпочитает Детские игрушки Машинки Грызть Мы стараемся Все равно Контролировать Чтобы Никаким образом Он не повредился Вот Чтобы не навредить Собаке Можно ли сказать Что с появлением Фили Ярких красок В жизни Всей семьи Добавилось? Ну Определенно Красок Добавилось Вот Буря эмоций Конечно Положительных Вот В связи с его появлением Мы стали больше гулять За это порадоваться Семьей больше гуляем Вместе с собакой Можем выехать куда-нибудь С ним погулять Вот Он Это активная порода собак Он требует Много прогулок Физической активности И он Разнообразил нашу жизнь Замечательно Лиза К тебе Вопрос Расскажи пожалуйста Вот Вы же наверняка Общаетесь между Одноклассницами Между девчонками Как думаешь Они вот Видят Какая у тебя Королевская порода Корги Как они Вообще Относятся Они говорят Это Ой Филенька Ты такой хороший Ты у нас король Это естественно Ну да А тебе Вот Сама Когда идешь С ним по улице Как сама Гордость Охватывает Приятно Все подходят И говорят И говорят Можно погладить И я им говорю Можно погладить Все его глажат Задают мне вопросы Я на них отвечаю И говорят Много всего интересного Еще Про то Что я сама Не знала Даже Ну что Константина Елизавета Что можно сказать Еще О прекрасном Филе Он у вас Филе И филе Либо Мы его можем Иногда звать Филимон Вообще По паспорту Он Вайфай У вас Вайфай Всегда работает Дома Наш Вайфай Всегда Подключен Но мы его Как-то Все Ласково Филе 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 Да Ну он Прекрасно Откликается Надо сказать Что даже Вот если Шепотом Прошептать Все Уши Они и так Всегда Торчат Готовы Услышать Все на свете Но тут Они прямо Начинают Поработать Да Он очень Внимательный Очень приятно Вы сама По себе Такая Доброшелательная И Пример для подражания Как семья Многодетная И Собака У вас Такая Прекрасная Я Хочу признаться О том Что У вас Растет Такая Замечательная Собака Узнала Из социальных Сетей Вот И у Филе Я так думаю И даже там Очень много Поклонников Да Филю Очень многие Любят Ставят нам Лайки Вот Комментируют Вот И Просто Радуются Наслаждаются Тоже Нашим Филей Наслаждайтесь И впредь И дальше Я желаю вам Успехов И Чтобы Все в вашей жизни Было гармонично Легко И счастливо Спасибо большое За приглашение Нам очень приятно Было Пообщаться Спасибо Всего доброго До свидания Всего доброго До свидания Огромное спасибо Нашей коллеге Марии Константиновой Мы снова Вернулись В студию Вот с таким Прекрасным настроением Какие же Замечательные Наши братья Наши меньшие Но это еще не все Мы хотим Показать вам Еще множество Забавных роликов Из интернета Про наших Братьев меньших С огромным удовольствием Смотрим Следующую Рубрику Подборка Интересных роликов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 можно я начну послушаем большим удовольствием какой-то хороший человек приятный мужчина и так ювелирные изделия это то что связано с нашими эмоциями это точно это больше чем просто какая-то вещь ювелирные изделия очень личная вещь они рассказывают историю о человеке который их носит гарант здоровые автор иллюстратор фотограф кстати действительно так смотришь на украшение на женщине примерно понимаешь как она мыслит какой у нее образ жизни и прочие вещи рассказывают украшения красота это то кто то есть ювелирные изделия это просто вишенка на торте вместе беджерс владелица бутика и последняя цитата мне нравится больше всего признаться у меня достаточно украшений так еще никто никогда не говорил красиво сказано да мне очень понравилось добавить нечего все прямо в точку пусть ваш сегодняшний день тоже засверкает как бриллиант хорошего вам настроения и пусть все все удается всем удачи и любви друзья ну а мы потихонечку прощаемся с вами эфирное время подходит концу подписывайтесь на наши социальные сети вконтакте одноклассники а также телеграм-канал актис и при ангаре подписывайтесь и пишите комментарии постараемся ваши все комментарии здесь в этой студии посмотреть и прокомментировать также а еще включайте нашу программу обязательно завтра утром и мы опять с никитой вас встретим и поднимем вам настроение до новых встреч друзья пока вы идеи спешит рассвет новый день подарить тебе тёплый слез душе твоей Новый день, новый день, пришел открывать скорей. Гороскоп на 31 января. Овен. Хороший день для светских мероприятий и приобщения к миру прекрасного в любой форме. Личная жизнь активизируется, вас ждут важные события. Телец. Благоприятный день для согласования общих целей и задач с партнерами, смягчения некоторых острых моментов. Близнецы. Расширьте приток информации, почувствуйте, с кем нужно связаться, написать или позвонить. В этот период полезно принимать нестандартные решения. Рак. Успешность этого дня зависит от того, как умело вы построите контакты с коллегами и партнерами, сумейте вдохновить людей на то, что вам нужно. Лев. Активный и многообещающий день. Вы будете преисполнены энтузиазма и с удовольствием возьметесь за дела, которые дают возможность быть на виду. Дело. Этот день несет для вас знаки перемен. Хорошо заниматься качественным улучшением, реконструкцией того, над чем вы уже работаете. Весы. Обращайте пристальное внимание на, казалось бы, случайные, но чем-то удивительные встречи, письма и разговоры. Скорпион. Вероятно, незапланированные деловые встречи. Не исключено, что придется обсуждать важные вопросы в момент, когда вы не будете к этому готовы. Стрелец. Будьте осторожнее. Особенно, если имеете дело с деньгами. Собирайтесь совершить значительные покупки. В это время вероятны финансовые потери. Козерог. День принесет много позитивных эмоций. Ожидаются приятные известия. Не исключены незапланированные встречи с друзьями. Водолим. Прекрасный, плодотворный день. Вы настроены решительно и не побоитесь трудностей, поэтому успеете очень многое. Рыба. Отличное время для обновления гардероба, покупки украшений, дорогих аксессуаров, декорирования домашнего пространства и выбора подарков. Редактор субтитров А.Семкин